Такао Ямамото родился на северо-западе Японии, в префектуре Акиты. Повзрослев, переехала и окончила отделение живописи в университете Токио, а после зарабатывала на жизнь иллюстрациями для коммерческой рекламы. В начале 90-х его увлек японский классический художественный стиль укио-э. Иллюстрации в этом стиле выполняются в виде гравивов, собранных в специальные книги. Также книги являются более доступным вариантом для любителей живописи, чем картины на холсте, поэтому довольно популярны в Японии. Фэнтези, романтика и эротика Ямамото выполнены в технике литографии, печати чернилами на бумаге в традиционном японском стиле. Первая персональная выставка его тонкой графики состоялась в Токио в конце 90-х. Необычная манера сочетать технику классических гравюр кио-э с эротическими мотивами и эстетикой декаденса сразу же привлекла внимание ценителей художественной культуры и теперь изобретенному им стилю подражают со всех концов света. Он проиллюстрировал множество романов, рассказов и обложив журналов. Затем последовала публикация нескольких книг. В 2005 году выставка его работ состоялась уже в Риме. Художник исследует темы темноты, рабства, вампиров, мезморфоз, любви, смерти. Перспектива всегда спокойна и безмятежна. Никогда не изображается насилие. Оно скорее надвигается или только что закончилось. Со временем художник перешел с традиционной литографии к работе с акриловой краской на бумаге, а иногда и на холсте. По словам самого Такао, все его работы начинаются с мужского или женского лица, которые его вдохновляют. Этот образ становится центром композиции, вокруг которого формируются все остальные части картины. Грубый эскиз лица и основных линий выполняется на холсте или бумаге при помощи механического карандаша. А как будет выглядеть картина в конечном счете, Такао осознает только тогда, когда работа подходит к концу. Различные образы, составляющие композицию картины, приходят в процессе работы над ней. Возможно, именно поэтому при взгляде на его графику и живопись создаются впечатления множественных смыслов и аллегорий.